Эх, выпал бы завтра снег, я бы вас всех закидал снегом, тогда бы поняли, что в чём угодно. Веселее! Не верится, не верится, что прошло пять лет. Мы уже работаем в немножко другом зале. У нас в репертуаре 24 спектакля. Это еженедельные аншлаги. Это наш зритель, который уже привык жить в городе, в котором есть театр. Театр – это событие, театр – это эпоха. Ну, а для нас это, конечно, не просто образ жизни, это вся жизнь. Мы здесь живём не коллективом, мы здесь живём огромной семьёй. Щелкунчик – это то, с чего должен начинаться театр. Мы делали этот спектакль как знакомство юного поколения с театральным делом. И это первый поход, новогодний поход, который, мы надеемся, останется у них в памяти надолго. Ха-ха-ха-ха! Испугались! Ты появилась так неожиданно! Чем это тут так пахнет? Ммм? Жареным салом я делаю колбаски. Ммм! А почему мне не предлагаешь? Чем проще история, тем сложнее её сыграть интересно. А здесь очень понятная и внятная история. И поэтому её сложно сыграть. Потому что, чтобы не пришёл, зритель не пришёл, не сказал, «А, ну это мы уже знаем, это мы уже видели. Такая раскрученная, известная история. Я зачем сюда пришёл? Не пойду». В Щелкунчике я играю свойственную для себя роль злодейки – мыши льдай. Но тем интересна эта роль, что злодейские свои какие-то наработки уже я должна повернуть по-другому. Вот именно этим интересна роль, что я должна не повторить ни, допустим, Бабу-Югу, ни Дуняшу злую или ещё кого-нибудь. А именно сыграть мышь. Злую мышь. Такой красивый, такой импозантный, король и маленький бежать, фельд. Работа в Щелкунчике интересна, потому что к нам из Ростова приехал на постановку Евгений Калинин. Очень позитивный, очень интересный режиссёр, очень чувствующий артистов, очень любящий детей, как мы поняли, он привлёк студию в спектакль. И работать интересно, конечно, потому что, казалось бы, сказка, ну, в общем, всем известная, но в ней работать не скучно, интересно, как-то всё динамично. Художник у нас хороший в этом спектакле, тоже интересная картинка получается, в ней тоже интересно существовать. Классика чем и хороша, что она всегда поднимает вечные темы. Вот добра и зла, например, коварство, соперничество, жадности, вот. И любви. Вот это здесь важно, что любовь побеждает зло. Вот это очень важно. Вот этим и хороша классика, и она никогда не устаревает. И как бы мы, допустим, не рядились в жабо и пелеринки, или, допустим, в современные какие-то одежды, мы всё равно будем играть суть ситуации, проблему. Вот. Поэтому современный спектакль, современный, несмотря ни на что, несмотря на музыку Чайковского, потому что Чайковский вообще это супер. Не топайте! Я играю Мари, это девочка, глазами которой рассказывается эта история. То есть через эту девочку наполняется цветовая гамма, появляются актёры, оживают, появляется король, королева, принцессы. То есть ей рассказывают эту историю её крёстной. И всё, что происходит на сцене, оживает через образы девочки Мари. Вот интересно! И чего ты радуешься? И сегодня Рождество! Самый лучший день в году! День как день! Такой же, как все остальные! А вот и нет? Да! Дети вообще любят что-то очень интересное, наполненное, доброе, цветное. И всё будет постепенно оживать, раскрашиваться в разные цвета. Похоже на мини-ротон, но это у нас будет такая мышуровка. Да, да не ясно, что такое. Это красивая вещь. У меня роль двойная. Сначала я играю отца двух девочек, а потом короля, отца принцессы Перлипат. Но это один и тот же человек, это представление девочки. Выдуманная сказка «Щелкунчик», которую ей рассказывает и её крёстный отец Дроссель Мейер. Эту роль я выбрал, ну, потому что их две, она многогранная. Два разных образа можно воплотить. Переодевание, опять же, интересно. Приготовьте жареные колбаски. Лучше тебя их не делает никто. Конечно, дорогой! Роль тебе, безусловно, сложна. Когда воплощаешь два персонажа, и как бы один человек то ли притворяется другим специально до дочери. Это аж не доносится, это никак не поставишь. Каждый воспримет зритель по-своему. Это кто-то подумает, что папа с мамой переоделись, кто-то подумает, что девочка увидела сказку, которую ей рассказывают. Сложное перевоплощение, вот это мгновенное. И техническая сложность – это быстрое переодевание, буквально за полторы минуты полностью другой костюм, парик, корона. Мышь видит цирк, заходит. А, бля, дверь заклопывается, мышь пойма. А мне нравится. Мы поставили эти штуки в каждой комнате дворца. Трудность воплощения роли в том, что это как бы один и тот же персонаж, но он должен все равно измениться. Отец должен стать королем. Сверхзадача у сказки «Предельные сна» примирительная, потому что Новый год, Рождество – это всегда его всеобщее примирение. Дарение подарков, что быть надо добрее. Примирить двух сестер. Тут они как бы ссорятся иногда между собой. Их нужно примирить. Эта куколка, она похожа на принцессу. Это и есть принцесса. Принцесса Перлипат. Принцесса Перлипат. Не трогай, она моя. Там в коробке еще что-то есть. Хочешь – возьми. Я играю две роли. Луизу, старшую сестру, и принцессу Перлипат. Капризную, естественно, потому что она единственная принцесса в этом королевстве. Играть несложно, потому что это очень хороший материал. Добрый, чистый. И такие же добрые и чистые придут зрители, дети. У меня младший сын, ему 6 лет. Я играю с расчетом на то, чтобы для него была сказка, для него, чтобы было чудо. И если улыбнется он, значит, понравится и всем остальным детям. Сказка добрая, светлая, классическая, с классической музыкой. Поэтому играть в ней – одно удовольствие. И представлять радостные лица детей очень приятно. Что вы делаете? Положите на место! Спасите! Помогите! Нельзя! Тебе нельзя! Нет, тебе нельзя! Но мне можно! Ведь я служу при дворе!